Вечер добрый, друзья! Браво, мюзик и жара, мюзик Джонни, Эльман, Андро у нас сегодня в гостях! Привет! Маленькая визитная карточка для тех, кто не в курсе. Ворвавшись в мир российской популярной музыки совсем недавно, уже сегодня они стали одними из самых ярчайших представителей. Их видео набирают миллионы просмотров, а синглы занимают верхние строчки самых горячих топ-парадов Apple Music и ВКонтакте. Джонни — популярный романтичный хитмейкер. Его трек «Алея» выстрелом у пост родил сердца и уши слушательниц, а видеоклип на песню собрал более 27 миллионов просмотров. Может быть, уже больше. Больше 45 миллионов просмотров. А тут аплодисменты. Информация прошлого года. Да, Эльман — артист, популярность которого набирает бешеные обороты. Его синглы «Кросс» и «Мой океан», «Спаси меня», «Антигерой» входят в плейлисты лучших музыкальных новинок «Ахит Адреналин», завоевывают любовь зрителей еще и на видеоплощадках сети. Далее, тут аплодисменты опять-таки. И Андро, молодой, но с каждым днем завоевывающий популярность исполнитель, один из самых романтичных российских музыкантов. В 13 лет артист принял участие в создании хита «Санта Лючи» и популярной группы «Квест Пистол Шоу». Ему до сих пор это припоминают. До сих пор. Именно его голос так ярко мы слышали в этом треке. Но, друзья, сегодня эти артисты вместе, для того, чтобы вместе презентовать свою программу. Еще раз аплодисменты. Джонни, Эльман, Андро. Ребята, привет. И кто первый сегодня начнет музыкальную программу у нас? Джонни будет отвечать, да? Да. Так понимаю. Всем привет. Да, да, я начинал сегодня. Ну, давайте. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Первый сольный совместный концерт. Можете спеть «Первый сольник», как это было у вас? Первый сольник. А кто будет бит изображать, да? Можете, нет? «Первый сольник крабы, первый сольник крабы, первый сольник крабы, выезжайте к нам, вы…» Браво! Это была реклама на авторадио. Ну, на афише вы именно в такой последовательности, то есть Джонни, Эльман и Андро. А не было споров, как писать, может быть? Последовательность поменять не хотели? Нет? Типа у меня больше просмотров. Нет? Ладно, мы же одна команда, какая разница? То есть зависть, соперничество, это всё, нет. Этого не может быть априори, в принципе. Ну, класс. Потому что мы одно целое, и результаты каждого из нас — это результат одного большого лейбла. Вот, подождите, результаты каждого из вас вполне впечатляющие. Зачем вас нужно было объединять в одну программу, в один концерт, когда каждый из вас мог спокойно давать собственные концерты, собрать такое же количество людей, нет? Ну, мы по отдельности тоже даем концерты, но у нас есть тур «Рава», где мы выступаем втроем. И то, что мы сделали, допустим, на 25 октября, это мы показываем о том, что вот как раз-таки у нас нет соперничества, у нас нет ничего. Это братство. Мы семья, мы живем творчеством, мы живем все вместе, мы живем в одном большом доме. У нас дома и студия, и все что угодно, поэтому мы не раздельны. Ладно, когда ты говоришь, что семья, девчонки сразу, знаешь, как-то так, семья, три парня. Какие-то, знаешь, мысли, вот, наводят какие-то неправильные. Мы же можем быть братьями правильных. Можете, вы можете быть тремя мушкетерами даже. Слушайте, заявлено, что это не просто концерт, но уникальное шоу. А что входит в это понятие в вашем, так сказать, смысле? Шоу. Шоу же это должны быть, декорации, какие-то полеты под крышей. Очень крутые декорации. Это будут постановки танцоров, это будут световые спецэффекты, спецэффекты, музыкальные спецэффекты, графические спецэффекты. То есть, ну, это будет реальное шоу. Мне кажется, что немного молодых артистов брали на себя такую ответственность сделать там шоу спустя полгода существования, в принципе. Как таково. Ну, это же не большая наглость такая, да? Возможно. А может быть мы наоборот просто готовы рисковать, готовы творить, создавать, несмотря на то, будет это убыточно, не будет убыточно. Мы просто хотим сделать то, что мы чувствуем. Нам не важно, сколько это будет денег стоить, как мы соберем, мы не соберем. Но судя по тому, что происходит на сегодняшний день. Соберем. Девчонки, соберем. Парни, соберем. Судя по тому, что происходит на сегодняшний день, осталось порядка 300 билетов полного адреналия. Сейчас уйдут. Сейчас быстро. Войнская часть. Спасение. Сейчас Джонни споет еще одну песню Билеты разлетятся Поехали, еще одна композиция Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Мы с тобой преграды не знали Мы две стороны, одна медаль Среди серых масс я братил А сам я серее и был Как же я такое допустил Я остался без твоих сил Ты дарила мне, что хотел И даже не просила взамен Но я этого не ценил И вдруг я потерял целый мир Как же подойти и что сказать Ведь извиняться поздно И извиняться поздно Ты меня пойми Я в этот час Возле твоего дома Жду тебя снова Вернись ко мне, ты моя Лали Лали Ты же моя Лали Лали Неземная Лали Лали Мы же с тобой вместе летали Сутками, ночами пропадали Ты же моя Лали Лали Неземная Лали Лали Мы с тобой преграды не знали Мы две стороны, одну медаль Ты я халвау я Я pass you down Я, 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 я Я, я, я Я, я Я, я, я Я, я, я Я, я, я Спасибо Это была Лали от Джонни. Продолжим концерт буквально через несколько минут. Так, три брата-акробата, как они себя называют, да? Акробатами... Нет, это мы называем. Джонни, Эльман и Андро! Аплодируем еще раз. Рава Мьюзик, представители этого лейбла. Насколько я помню, мы с Джонни встречались, и тогда у тебя был большой тур по России. Закончился или продолжается? Нет, он до сих пор продолжается и будет продолжаться до конца года. То есть это уже не тур вовсе, а так как бы нормально. Ясно, сколько всего города ты посчитал? Нет, за этот год? Я сбился. А когда ты успеваешь что-то посмотреть хотя бы, нет? Куда-то выйти? Пройтись по Абрикосовой? Нет, я люблю поспать. Не люблю ходить. Чтобы вечером было много энергии для концерта. Но в любом случае это уже очень круто, да? Такой гастрольный график, то есть ты уже реально входишь в топ артистов. А кто, по твоему мнению, например, в нашей стране сейчас артист номер один в жанре рэп? Чтобы никого не обидеть. Ну, такая провокация такая, не знаю. Я не знаю. Смотрит на Лиманович. Не знаю. Значит... Братья в счет не идут. Хорошо. Отставим нашу страну. Запад. Окей. Примеры для подражания. Что-то какой-то стесняющийся. Что такое-то? Я не понимаю. Ну, блин, я не знаю. На голосование Трэвис Скотта. Что? Ты просто Трэвис Скотт скажи. Не скажи Трэвис Скотт. Ну ладно, Трэвис Скотт. Ну скажи его действительно. Какой ты Трэвис, Захар? Трэвис Скотт. Трэвис Скотт. Не знаешь, что ли, Трэвис Скотта? Ну-ка, напой. Что-нибудь. По-моему, какие из Чикаго. Давайте к более близким темам. Да, давайте к премьере. К тому, что случилось. И к тому, чему радовались уже поклонницы. Премьера кометы случилась у Джонни. Да, и я предлагаю сейчас запремьерить у нас. Да, Джонни, полетели? Спасибо, полетели. Все, да, из тебя не так. Лечит к тебе, словно комета. И даже под дулом пистолета. Я найду тебя. Я найду тебя. Ведь без тебя ты ко мне, да. Ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет наше это лето. Ведь ты моя, да. Ведь ты моя, да. Все. Без тебя нет, да. Лечу к тебе, я словно комета. И даже под дулом пистолета. Я найду тебя, я найду тебя. Будем гонить небо кровь. Веки снежные крутя. То, как зверо назовут. Все заплачет, как дитя. И если ты найдешь на вене. Останови это мучение. В тот миг, когда я потерял тебя. Там вдали падала луна. Падала луна. И все вместе. Все. Без тебя нет, да. Лечу к тебе, я словно комета. И даже под дулом пистолета. Я найду тебя, я найду тебя, я найду тебя, я. Ведь без тебя ты ко мне, да. Ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет наше это лето. Ведь ты моя, да. Ведь ты моя, да. Все. Без тебя нет, да. Лечу к тебе, я словно комета. И даже под дулом пистолета. Я найду тебя, я найду тебя. Без тебя, без тебя, все нет. Спасибо! Джонни, вы закончили свое выступление. Спасибо тебе, друг. И продолжаем общение с ребятами. И теперь, Андро, к микрофону попросим тебя подойти. В «Адреналине» у тебя будет презентация альбома? Она уже. В смысле? Уже вышел клип сегодня. Ну, подожди, не на весь же альбом вышел клип? На весь альбом, да. Там один видеоклип на 9 треков. Один видеоклип на 9 треков? Да. Это удобно. Ну, конечно. Это новое слово. Это новый метод, новый подход, оптимизация. Лень введитель прогресса. Слушай, ну, в любом случае на афише было заявлено, что ты будешь презентовать альбом в «Адреналине». Сколько там композиций получается? 9 треков. 9 треков. Прости, может быть, я отстал от времени. Это твой первый альбом? Десятый сейчас скажет. Выпущенный, да, один. Так, валяются там несколько. Валяются альбомы. Один с марками, другой после «Армии» остался. День бельский. И фантики, я же мальчик. А слушай, в августе альбом стал первым в «Контакте». Это понятно. События ты отмечал каким-то образом? Да нет. Отмечали, да? Ну, отмечали, да? Хорошо отмечал, видимо, забыл. Да. Ну, а то, что ты обогнал Джонни список твоих мыслей, это вообще никак не ёкало, нигде у Джонни, допустим? У Джонни, да, я спрашиваю. Что ты в «Контакте» обогнал на это время? Нет, Джонни улыбается. Нет. Он, наверное, не расслышал вопрос. Разговорчивый парень вообще мне нравится. Мне кажется, просто людям странно, понял такое, что нет конкуренции внутри команды. Ну, как бы это было хорошо, потому что я был на первом, потом он был на первом, а я был вторым, потом он был вторым, а я первым. Ну, и так каждый раз было. Это как бы наоборот хорошо. Короче, если Андра на первом, значит... Я на втором. Это я же на первом. Понятно. Слушайте, если прочитать характеристика, ну, там, от музыкальных критиков, хотя не исключаю, что его сами в сети запустили такую, значит, фразу. Музыка на стыке современного стиля и звучание традиционной цыганской музыки, на которой вырос Андра, делает его уникальным. Сейчас он сам удивился, по-моему, да? Да. Что правда? Что правда в этой фразе? Твоя уникальная современная стиль и цыганская музыка? Ну, я хочу подготовить еще один альбом, только уже с другим форматом. Чисто цыганские песни. С театром Ромен? Чисто цыганская музыка. Ну, это не цыганская музыка. Нет? А мне казалось, что цыганская музыка. Мы тебе стеснялись, Миш, все время сказать спасибо, что ты отрожил в глаза. Мне просто удивительно, что человек, родившийся на Украине с именем Андра, выращен на цыганской музыке. Расскажи о корнях. Я есть цыган. Ты есть цыган? Да. Сколько в тебе цыганского? Сто процентов. Сто, сто, сто двадцать. Особенно зубы, зубы двадцать процентов. Тогда как, тогда как, если, ну, Брагин, я говорю, хорошо, что ты ему сказал, что это не цыганская музыка. Как звучит настоящая цыганская музыка? Сейчас услышу. Мне спеть? Да. Да, давай. Давай. Ждут тебя. А кто ждет? Сам знаешь. Если ты еще скажешь о своей нанэ-нанэ, я думаю, это будет фиаско полное. Лучше послушаем песню от Андро, уже, как говорится, в сопровождении ансамбля. Итак, Андро, аплодируем и продолжаем концерт. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Что плохо было с Дробышем? Многим хорошо. Вот Славе хорошо с Дробышем. Все отлично. Все прекрасно. Просто характер у меня такой, что... Не ужился. Не-не-не, мы с ним в отличных отношениях. Просто не знаю, я такой человек, что... Хочу рисковать постоянно, хочу что-то свое создавать, экспериментировать. А Дробыш навязывал, что ли, тебе? Не-не, просто у меня появилась идея на тот момент создания лейбла. И мы очень хорошо дружили. И это был на самом деле большой риск, но я был... Я готов был попробовать, вот... Как сказать? Готов попробовать был свое. Готов рисканула его. И для этого Дробыш был не нужен уже. Нет, он просто поддержал меня, можно так сказать. Он поддержал мою идею, он дал мне возможность реализовать. На старте, по сути, поддержал, да. Реализовать себя немножко в другом направлении. И я ему за это очень сильно благодарю. То есть ты с парнями был знаком уже на тот момент, да, получается? Слушай, знакомый, наверное, три... Вот Сандре, наверное, четыре года, может быть, с Джонни, два года. Еще до фабрики, до переезда я был знаком с Джонни. Слушай, ну раз ты антигерой, какие вредные привычки у тебя есть? Сейчас на чистоту. Да. Так. Не знаю, наверное, ребятам... Виднее? Нет, да. Скажите, он курит? Нет? Пьет? Употребляет? Что-то. И не пьет? Кальян, наверное. Ну, ругается хотя бы на вас. Тут сам, 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 сам первое чистосердечное признание. Ну, тем не менее... Моя большая, ну, такая плохая привычка, это кальян. Я думаю, сейчас у многих, у молодых ребят такая плохая привычка. То есть, в отличие от вейпов, ты, так скажешь, кальян со мной, да, постоянно? Да, я со мной всегда. Прикольно. Переносной. Удобно. Слушай, ну вот ты понимаешь, да, ты, ну, как бы, ты продюсер коллектива, и ты продвигаешь свою идею, у вас огромное количество поклонниц-поклонников, вы берете на себя реализацию вполне уже серьезных таких и масштабных проектов. Каким должен быть герой поколения, герой поколения Z, вот, на кого смотрит, на кого равняется, у кого успех, вот, основные какие-то характеристики, возможно. И ставишь ли ты для себя цель быть таковым? Ну, наверное, одна из самых важных критериев – это честность. У нас в команде есть честность по отношению к слушателю, к зрителю. Мы не пишем музыку про наркотики, мы не пишем музыку разлагающую, мы всегда об этом говорим. Мы пишем музыку, которая учит людей, возможно, любить, раскрывать свои эмоции, говорить о своих эмоциях. И люди любят то, что мы делаем, потому что мы делаем это от сердца. Я думаю, что герой поколения Z – это герой, который умеет говорить о том, что у него на сердце. Еще образовательная функция он Джонни с Пушкиным знакомит. Да, мы слышим. Альман, теперь тебе слово. Продолжай музыкальную программу. Я хочу продолжить музыкальную программу с песней «Нирвана». Я загадал желание, мама, чтобы время залечило мои раны. Ты говорила мне, не будь таким упрямым, а я бежал по краю «Нирваны». Я загадал желание, мама, чтобы время залечило мои раны. Ты говорила мне, не будь таким упрямым, а я бежал по краю «Нирваны». Столько ошибок в моей голове, столько попыток вылезти наверх. Но доказал ли я этим сам себе, что жизнь дана, чтобы палить в борьбе? Но нет, нет, я не бездарь, весь мир мой только в песнях. Бежать с криком «Добейся», загнал сам себя в бездну. Хотел бы видеть я весь мир, но раны гады на сердце. Я вижу даже во сне цель, я вижу даже во сне. Я загадал желание, мама, чтобы время залечило мои раны. Ты говорила мне, не будь таким упрямым, а я бежал по краю «Нирваны». Я загадал желание, мама, чтобы время залечило мои раны. Ты говорила мне, не будь таким упрямым, а я бежал по краю «Нирваны». Я мечтал увидеть себя на луне Закрыть глаза и просто в космос улететь Так часто с детства глядя в небо каменел Я знаю, смотрит на меня он, мама Я загадал желание, мама Чтобы время залечило мои раны Ты говорил мне, не будь таким упрямым А я бежал по краю нирваны Я загадал желание, мама Чтобы время залечило мои раны Ты говорил мне, не будь таким упрямым А я бежал по краю нирваны Эльман и его нирвана Продолжение через 4 минуты Представители лейбла Рала Мьюзик у нас в гостях Эльман, ты придумал название? Андро придумал Ты ничего не слышишь? Так вот почему Я буду переводить Я-то думаю, почему он молчит постоянно? Там громкость выключена Ничего не слышит, оказывается Громкость была выключена Привет! Привет, Андро! Это вы! Привет, мы рады, что ты к нам вернулся Можно я скажу Рава Мюзик? Давай Рава Мюзик Рава Мюзик Что это означает теперь, а поясни нам? Это Рава Мюзик, Рава Мюзик это... Но Мюзик музыка, мы поняли Дух Добра Дух Добра Дух Бобра? Дух? Прости, я не разно Дух Добра Дух Добра Рава, да Это, если вы смотрели мультик Мультсериал, точнее Легенда о Банге Аватар Да, Аватар, Легенда о Банге Там был сам Помню, сын у меня смотрел Сам дух Аватара Это и есть Рава Рава Мюзик Понятно Не, не Мюзик, но Рава Понятно, просто Рава, окей Ребята, я посмотрел Афиши реально там зашкаливает Количество концертов Вплоть до середины декабря Это все совместно? Это вот этот Рава Мюзик, да? Тур? Или вы как-то поучеете? Да, да До декабря вместе Помимо тура У нас в среднем по 15 концертов Равы И есть еще отдельно Месяц Есть еще отдельные концерты Которые там Джонни отдельно Андро отдельно Мои отдельные концерты Слыхай, а еще Левачка такого Да, хватает Эльман просто Босс мы понимаем Да, да, да А как так получилось Что придумал Андро Название, а ты босс Альман Просто я сказал, что Ну, типа Рассказал ему эту идею Ты единственный смотрел Мультик Да, просто ему 18 Мне 25, как бы А, ну все Понятно Вопрос Дедовщинка-то есть Да, понятно Окей Не, не, я имею в виду Что я уже не смотрю мультики Логично Слушай Мы вчера же смотрели Не полим Я должен быть Ну Это босс Да У вас в Лейбле Прибавление Гафур Зачем вам конкурент? Ну не все братья У нас Незаконно Обнаружился Посмотрите У нас есть Вот Рава Которая будет гастрелировать Втроем Допустим Если у нас будет Концертный график То мы будем втроем Кто-то должен Цветы поливать Я понял Так, так, так Простите Гафур он в лейбле То есть он Будет отдельно гастролировать Он артист лейбла Но гастролирует отдельно Не будет тура В четвером И в пятером Не будет шестером А так было бы здорово Пора, пора, пора Радуемся Через два года Семься человек Это наши мультики Не путай Слушайте, ну нам здорово С вами так прям весело Провели время Я предлагаю сейчас зафиналить Мы вас не слышим А вы шутите Это хорошо Вам повезло Вам повезло Итак, Кальман С тебя еще одна композиция В завершении вашего концерта Поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому Все, что подарил тебе, уничтожила Ты видишь меня к дороге до прошлого Притворяться, что любил, мне нетрудно, да Избегая все пути, где ты как луна Расвещала мне дорогу, что завела Наскоприл и не дальше все заново Давайте вместе! Где ты, где ты, где я Встал так замерять Так долго ждал, чтобы ей доверять Без не законным вместе Нам хватит сил уйти, идти, идти Спасибо, ребят, поздравляем еще раз Спасибо Со всеми премьерами Концерта, да, со всеми премьерами У Андро Клип вышел, да? У Андро Клип вышел Да ладно! У меня вопрос есть, на самом деле Вы же видели нас 3 месяца назад примерно, да? На жаре? На жаре видели? Здесь мы приезжали, Андро... Джоник приезжал Не приезжал? Андро выступал Да Мне интересно, вот вы за нами следили Меняемся, не меняемся, что происходит? Конечно, меняетесь Взрослейте, бороды Андро стоял вот там Да, Андро стоял справа И тогда он был Андром По нашему сведению Так, ладно, все, шутки в сторону, друзья Действительно Джонни, Эльман, Андро Прошу Приходите через 3 месяца, проверим опять Любите жаловать У вас как раз еще 250-я композиция будет К этому времени И один клип на них на всех Да-да-да Удачи, удачи на первом сольнике Уверена, что у вас все получится С учетом того, что там и билеты практически все разошлись С учетом вашего отношения к друг другу К вашей работе, к музыке, к поклонникам Спасибо Вот действительно, час назад 300 билетов оставалось Сейчас уже все, уверен Спасибо огромное Счастливо, удачи На этом наше шоу подошло к концу Спасибо вам, девчонки Парни, которые пришли сегодня До завтра, пока